Пушкинский день От царя Салтани, Петушок золотой, там еще много-много, всех же не перечислишь их, про няню, тоже интересное произведение. Мой дядя самых лучших правил, как называется, вы меня врасплох застали немножко, вот, ну, Пушкина, собрание повести Белкина замечательное у него, изумительное просто. Стихов очень много у Пушкина, очень хороших, очень малоизвестных. Я вот хожу в студию, где читают пожилые люди, вот, разной тематики, и очень много узнаешь оттуда. Сказка о царе Салтане, о Попе и его работнике Валде, о Руслане и Людмиле. Капитанскую дочку, по-моему, да? А потом, что еще мы учили-то? Ой, а что-то не помню же. Лукоморье-то зеленый, наверное, вроде его, если я не ошибаюсь. Сказки Пушкина, сказка о мертвой царевне, сказка о царе Салтане, сказка о золотой рыбке. Маш, какие ты еще знаешь произведения? Сказка о Попе и его работнике Валде. Да, Евгений Онегин, стихотворные произведения. Мы очень любим Пушкина, очень много его читаем. Очень много сказок и таких других произведений. Что именно конкретно? Евгений Онегин, следующее произведение. Это сказка про царя Салтана, сказка о рыбаке и золотой рыбке. Вот, в основном, вот прям, что пришло сразу на ум. Поэма Руслана и Людмила, сказка о царе Салтане и сказка о Попе и работнике Валде. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Русалка на этвях сидит. Давно неведомых дорожках Следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей. Мороз и солнце, день чудесный, Ищут дремль лишь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, Открой невзоры неги очи. Как показал опрос, саровчане любят и знают творчество Александра Сергеевича и с удовольствием перечитывают его произведения.